Добрый день, мои дорогие и любимые зрители! Я в гостях! Доброго вечера! Леся в гостях! По многочисленным просьбам зрителей, сегодня Наташа согласилась приготовить капусняк по рецепту ее двоюродной сестры Иры, который мы ели в гостях. И все тогда просили, и мы у Иры взяли рецепт. Строго-строго, как она сказала, все будем выполнять, потому что у меня личный, немножко другой рецепт. Поэтому мы делаем строго-строго по Иринам. А у меня еще слой. Для того, чтобы не терять время, мы бульон отварили. Рассказываю, как. Пятилитровая кастрюля. Кстати, кастрюля тоже, это Ирина мама, моя родная тетя. Это ее кастрюлька, и я уже решила сегодня полностью посвятить вечер моим родным тетям, дядям, Ирам, двоюродным. И все взяла в память о них. Пятилитровая кастрюлька. Я в ней варила 4 литра бульона. Значит, для капустняка, строго по Иринаму рецепту, Ирина Валентиновна и Саенко, нужно 3 вида мяса. В общей сложности 500 грамм. Да, где-то 500 грамм. Можно больше. На 4 литра бульона. Я положила, я вам сырое мясо не показывала, потому что не было. Положила кусочек, ребрышка свининки. Я их сейчас вытаскиваю, они у меня 2 часа варились. Я положила индюшку. Я положила курицу. Все, 3 вида мяса. Хотя, предпочтительнее было бы говядина вместо ямпюшки. Ну, у нас будет так. Бульон варим обычно. Обычно для меня это, когда мы в холодную воду закладываем 3 вида мяса. Первую, после того, как она закипит, первую воду сливаем, промываем. Продолжаем варить дальше, добавляя луковицу. Луковицу. Очень важный момент. Это моя покойная свекровь, Царствие Небесное, всегда меня учила. Очень важный момент. Луковицу надо закладывать в не кипящую воду. Совсем другой аромат. Сюда же бульон по иериному рецепту мы добавили. Перец душистый. Перец горький. И лавровый листик. Все, сейчас я выбрасываю эту луковицу. Она нам уже не нужна. Вот. А мясо, которое у нас сварилось, сейчас Лесенька порвет, порешет нам малюсенькие кусочки. Потому что для капустняка, это же как бы пол, консистенция у капустняка полу каши. Книжка, кто помнит, украинская стародавняя кухня. Вот здесь все описано по капустнякам. Ну, здесь все делалось с кислой капусты. Мы делаем строго по иериному рецепту. Там капуста не кислая. Так, чтобы вы знали, что это дуже старовынная украинская страва. Ее с поколвиков варили. Конечно, польский, украинский и северный. Да. Разные виды. Значит, основными ингредиентами, которые мы сейчас будем закладывать в кастрюлю, является пшено. Пшено, кто не в курсе, кто помнит, кто не знает, это из спроса получается зернышки пшена. Они бывают разных видов. Очень желтые, темные. Это мы берем желтое, золотистое пшено. Особенность пшена в том, что оно выводит из организма все антибиотики. Кто переболел, много принимал, я вам советую. И имеет в своем составе очень много молибдена, магния, калия и кальция. Очень-очень полезная вещь. Значит, пшена для 4 литров бульона я взяла 100 грамм. 100 грамм? У меня рюмочка. Ну, короче, 100 грамм. 100 грамм. 100 грамм. Что я с ним сделала? Для того, чтобы не было горечи, я его запаривала 2 раза. А вы обратите внимание, потому что после запарки оно становится не желтым, а беловатым. Вот. Если оно побелело, это значит, оно чуть-чуть побелело. Не так, чтобы совсем белое, но не такое ярко-желтое. Это значит, что оно уже готово. У вас на камере ярко-желтое. Первый раз я делаю это с содой запариваю, потому что, чтобы горечь убрать. А второй раз просто запариваю и промываю. Вот такого плана получается пшено. Это основной ингредиент. А также мы сейчас закладываем целую картошечку. Мы почистили. Сюда же, вот такую, не режем. Она должна свариться целая. Для того, чтобы мы потом ее вытянули. После того, как заварился бульон и сварилось мясо, закладываем туда картошку. Пшено и картошку. Сначала картошечку. Пшено быстрее варится, поэтому сначала картошку. Закладываем целую картошечку. Еще ничего я не солила, ничего не ела. Картошечки. Обратите внимание, на 4 литра. Вот я одна большая и две таких. Многовато. Многовато? Мы посмотрим потом. Если что, мы, так как мы ее будем вытягивать и мять для пюро, мы посмотрим потом. Стоит нам. Главное, чтобы не мало. Это главное, как было. Я позвонила Ире спросить рецепт. Она мне надиктовалась. Я поняла, что делать это очень долго и я дома не хочу, потому что у Наташи есть 4-комфортная плита. И поэтому все делается быстро. Так, я иду резать мясо. Для зажарки я готовлю лук. Половина луковицы и одна морковка. Это большая морковка. Мы все не используем, потому что оставим. Съедим. Лук я режу меленько. Очень меленько. И будем все последовательно закладывать. Может быть, я тут газ выключу? Так, сейчас мы там будем жарить. Сейчас мы жарим. Ой, все, уже мы будем, я выключила случайно. Ну ладно. Зажарочку делаем. Хотя, вот это Ирин рецепт. В моем рецепте три зажарки. Вообще три зажарки. Три. Это Ирин рецепт. Ну что, вы еще будете зажарку там? Можно томат, можно помидоры пожарить с перцем сладким. Все можно? Да. У нее одновременно это делается. А моя свекра меня учила, что единственное, когда картошечку вытягиваем и делаем пюре, туда добавляем жареный лук. Это отдельная зажарка идет для картошки. Вот это разница. И отдельная зажарка просто жарится морковочкой. Для зажарки. Для зажарки порезали лук. Пол, ну, крупной головочки. И тру морковочку. Морковки тоже надо немало. Такая большая не поет, но мы сейчас по объему определим. На вот этой мелкой терочке. На терле морковку. На терле морковку осталось. Испортим дальше лук, морковочка. Сейчас будем это все притушивать, даже не притушивать, прижаривать на новой сковородке 30-летнюю. Оставила, пусть отдыхает. Вот. У нас в это время варится картофель в бульоне. Подсолнечное масло. Мне очень нравится льняной. Рафинир. Ну, льняной будет гайплата, и на нем уже не жарят. Не, на нем салатики, да. Да. Зажарка наша лук, морковь и мука и томат. Сейчас все посетите. Что-то про муку я пропустила. Да, мука? Да, мука. Камера мотор пошел. Так. Ну, у нас просто жарится лук золотистого цвета. Я буду врезать. Лысенька, да. В кольцах снимай. Как? Считаешь, ну? У меня соседка даже в кольцах тесто носит. Ну, наверное, так. Ты серьезно, чтобы там, где камень это забивалась, узоры? Ну, да. Возже, я перехожу домой, сразу все украшения снимаю. Да? Кабулки снимаю. Кабулки? Левчик снимаю, Наташа! Блэс, не рассказывай никому, секс и все остальное очень противопоказано. Ну, на обсуждение. Я дома не занимаюсь. Вас это интересует? Да у меня храм. Храм. Храм чистоты. Чистоты целомудрия, да. Мы с Максимом живем. Ну, наверное, это правильно. Там только наша энергетика. Ну, не надо. Не надо мне сомать. Я поняла хорошо. Больше... Мы сегодня веселые, счастливые. У нас все хорошо. Мы хотим смеяться и рассказывать людям. Только передавать положительные эмоции. Отправительные эмоции возникают только тогда, когда нам все положить. Да. С улыбкой. С улыбкой. Не с гордым и таким победоносным, а с улыбкой. И тогда возникают положительные эмоции. Я люблю, когда все как положено. А положено у меня на стол. Отправляю наше пшено в бульон. Знаете, почему я не люблю дома делать зажарки? У меня текут глаза и слезятся. Вы же помните, да? Да. Сейчас вы плакаете, будет нос красный, потом сказать, что мы бухали. Я не пью. Я сейчас вскрою между лужами. Так, отправляю. Пшено. В бульон, как на мой взгляд, мы не ложим, не кладем кислую капусту. Все равно это засвежее, и оно очень вкусно. Ну, это как один из вариантов. Хотя, раньше и все. У меня капуста настолько спрашен. Ну да, я же не возражаю. Так, добавлю сюда. Оба чу. И рецепт намного проще. У меня самое быстрое приготовление первого, это капустня. Бошилось. А что же там бруще? Куда еще проще? А что бруще? Я беру копченые леда. А, копченые. Пока они варятся, они варятся быстро. Ты туда бросаешь картошку, чистить за все время. Бросай. Все, потом пшено. Или рис можно туда, я и за пшено. Ну, просто за счет того, что у тебя бульон как долго не варится, да? Ну, конечно, это время безусловно. Согласна. Все, и капуста квашеная. А что ты в конце кидаешь? А капусту квашеную ты режешь мелкой или вот такие мелкие? Вот как она купила, так и кинула. А тут же смысл в том, что консистенция редкой кащи получается. Это понятно, у меня зубы есть. Ну, у тебя-то зубы, я... Понятно, это все, но Наташа, у меня как, девиз мой, быстро. Я помню, Леся, я согласна. Это касается только приготовления пищи. Не знаю. Не обращайся. У меня сомнения какие-то. Растал быстро, потому что... Раз и быстро это не променяет. Ага. Нет, я и не собиралась. Ну, да, ты не собиралась. Мы как-то лето провели так активненько. Ну, и по иериному рецепту паста чумак. Она сказала, да, была бы. Без рекламы, Наташа. Без рекламы, извините. Нету пасту чумак, например. Нету просто томатная паста. В России или где-то там... Да, томатная паста очень... Мне, например, больше нравится верес. Все. Мне нравится очень, да. Там еще у нас есть томатная паста. Там, на сколько водички. Вот. Сейчас. Крящики. Все. Мясо. Все варится. Вареночка. Потом будем добавлять. Я на сколько-то... Давай. Картушка варится. И морг пожарится. Морг пожарится. Случком. Сейчас я сюда добавлю томат. Пусть я еще немножко прижарится. Да, я уже плачу. Уже сейчас я открою все. Чтобы мы проветрили все. Я добавляю томат, паста, томат соль. Это обычный томатный сок? Ну, да. Ага. И добавляю немножко муки. Сейчас добавлю. Соль. А муку не надо было поджарить. Отдельно. Знаете, у меня проблема, что в мультиварке мука не жарится. У меня мультиварка рассчитана, чтобы... Она взвешивает сразу, какое количество там на жарку продукта. И дает температуру, понимаете? Да, да, да. А мука легкая, и я не могу ее поджарить. Да, да, да. Мне нужны зажарки. Я люблю грибы. Подливку делать с грибов. Зажарка у нас готовая. Все. Ждет своего часа. Мы ее отставили. Посолыли. Посолыли. Добавили немножко болгарского перчика. Мороженого. Для запаха. В принципе, в комочке. Мороженого, потому что зима. Да. И я... Пусть сегодня вы в партушках, те, что дети нам подарили. Я так не умею. Я так, что вы не умеете. Вот так. Как ты делаешь? А бедра мы выберем? Ой, еще и как. А быстрее? Нет, быстрее нет. А в другую сторону? Вот я. Нет, не провоцируйте. Только капуста, наверное, 250 грамм. Так можно сюда прямо носить? На какой? На вот этой. Давайте тарелку дашь. Пошел. Даю. А мне не может, я соберу. Понял? Пальцы в трубку, нет? Пальцы в трубку, конечно. Ну да. Я сидю там, басечку будешь? То есть ты, Муся, расскажи, как ты в школе управлялась, успевала и уроки, и... У меня не было интернета, но так. В том двухэтажном доме управлялась, ой, ой, который нам показывала большой такой летом. Родительским. Родительским, да. И в этом доме уборку делала, Наташа, начиная с третьего класса. Это твоя обязанность была, да? Да. Ага. И мыла не шваброй, а руками, тряпочкой, без перчаток и до сих пор... Вот, наверное, по этому не стройная, без перчаток. Без перчаток. Да, уже ползала. Ого. Ого выпасла. А какие предметы тебе давались хорошо, какие плохо? Я круглая отличница. Не, ну круглая можно быть круглой отличницей, но все на некоторые предметы... Я в монетарии. То есть математика, которые не имеют? Ну, я не любила физику и геометрию, любила химию и алгему. Да? Ну, ну, что мне труднее давалось, я решала дома, ко мне приходил одноклассник, мы решали... Опа-ли-не, а тут поподробнее, пожалуйста, что вы там решали. И в каком это было классе, начиная с того, сколько это было лет? Мне, ну, когда сложно стало, все равно дно, наверное. И ты решила, что вот одноклассник... Ну, так, какао нам делала, там... А, какао... Как раз такое угощала. Какао-то... Не, ну я была порядочным ребенком. Да! Мы в это время не думали, там, что... То есть, дура и туфы... Я первый раз парнем поцеловалась после выпускного, а любила его с первого класса. Ну, может, это представить? Сейчас, потом, дура же, зачем надо было с первого класса начинать, чтобы все успеть. Ну... Да, вот так вот. Молодец, понял. Ну, мы все поняли. Я сама ее была не такой обезоблачной, как вы себе думаете. Ну, хотя в доме, грубо говоря, мама, бабушка и все. Видишь, главное, что у тебя была бабушка. Да, бабушка у меня была, она огород держала большущие, две коровы, свиньи, или две свиньи. Бабушка с ними работала. Ну, дома, по дому вот и... Ну, да, потому что мы же видим... Все по дому. Мама еще работала по дому, бабушка, ага, в город, в сарай, ну, они же как... В кухне были две, у мамы и у бабушки. То есть, еще раз, я не... Кухня была летней, кухня есть родителей и большой дом. Да, и в доме тоже есть кухня. Так. Вот, там работала мама, а бабушка летней кухни. Потому что меню папы отличалось от меню дедушки. Ну, так ты ж с этого и начинаешь, что бабушки одни одним готовили, другие другие... Потому что бабушка с дедом могли кушать квашеную капусту, хлеб с мальцем намазать кислого, молока выпить... Да, и все хорошо. И все хорошо. Папа любит деликатесы из этого... Ой, а то бы ты в папу там немножко со своими деликатесами пошла. Ты ж тоже любительница такой. Не, я не ем много, я... Я помню, что не ешь много. Ну, я похожа на папу, но... Ну, что? Ну, нет. Нет. А я знаю, что ты сыр выбираешь самый какой-то деликатесный, которого никто никогда не ищет. Одна ты находишь. Ну, я выбираю, какой я люблю. Вот. Наташа, я люблю манючий сыр, это, понимаете, я не скрываю. Нет, так не только сыр. Ты обратила внимание, вот сегодня приехала ко мне в гости, привезла какую-то шоколадку, которую я вообще в жизни не вижу в магазине. Это текан я вам привезла. А Леся где-то их находит. И вот это все... Ну, что находит, я знаю. Поэтому, конечно... Я ем немножко, Наташа, но полезного и не делаю им вкусненьким. Вкусненьким это как раз зажарочки. А я спокойно съем, вот, чтобы варить капусняк, я кусочек свое себе филе съела. Съела квашеной капусты. Да, и зачем-то... Запила томатным соком, и мне не надо все это варить, жарить. А мне кажется, это еще из-за того, что, во-первых, у тебя условия плохие для вот этого жарки и варки. У меня были идеальные условия готовки. И я готовила, знаете, целыми днями или до часу ночи. Куча... И всякие... Это все... А сама не ела, потому что, ну, уже когда приготовишь, уже не хочется. Молодец. Нет, давай пропустим. Я бы тебе жарила, да, ельбу там, знаешь, вот этих кляр... Я хочу продолжить за одноклассника, который как бы тебя подтягивал, ну, подтягивал тебя. Это не тот, которого я любила совершенно. Не тот. Этот просто с тобой занимался, ну, помогал тебе по геометрии, да? Ну, я была, да, отличница. Ну, отличница, ясно, но это же не значит... Мы не боялись. Иногда, знаете, учительница нет и она просит, ну, там, допустим, задай вопрос, да, и там проведи урок. Ну, как-то вот так. И я одноклассникам задаю вопросы. Боже, я представляю, ты издевала сейчас. Отвечает на вопросы, говорю, подожди, во-первых, сейчас ты на мовы. И так, я только помню здесь, понимаешь? Не, я... Ответственность была, меня была, осознавала, что происходит. Вот мне как бы... Дети, мне кажется, живут в какой-то виртуальной реальности. Да, сейчас помню. Что-то красиво, услугают модный блогер, я думаю, все так легко, просто. А ты попробуй. Лайс, вот все равно, ты сейчас все равно продолжаешь образ идеалистки. А я хотела бы тебе найти вот это что-то такое... Нет, у меня не ищили. Ну, не искать. Не ищу. А я думала, ну кто-то ж тебе что-то там подсказывал, у кого-то ты шутаешь это. Нет, все, нет, значит, не нашла. Меня никто не заставлял никогда учиться, я училась сама абсолютно. Мы сейчас с капустом готовыми, говорим о моей... Я забыла много всего. Я забыла много всего. Я как бы... Что ты сам думала? Как это можно забыть? Я когда обращала к специалисту, на гипноз ходила, чтобы забыть прошлое. О, боже мой. Потому что у меня оно очень ужасное, черное, не хочу вспоминать. Много нюансов, но я это все как раз очень ярко помню, а у меня затерло с детства в школу. Я очень плохо помню в своем детстве. То есть вот это я не верила, например, что бывают эти специалисты. Я тоже говорила, меня гипноз не берет, я не верю, но когда... А теперь видишь как? Сестра моя с Львова, которая, мы же не одноклассники, одноклассницы. Она мне вспоминает, а помнишь там, а я ничего не помню. Ты ничего не помнишь? А это такие яркие моменты, которые касались меня, а я не помню. Особо вспоминать нечего, я с детьми не играла, все учились. А, ну так, ну как училась? Ну ты же не могла учиться день и ночь, но я никогда не... А я приходила со школы, я даже не шла садиться кушать, а снимала форму, вешала на вешалку делать уроки. Так она неправильна. Почему? Ну потому, потому что надо переключаться. Неправильна. Считаешь и правильно, зато я знаю. Нет, подожди, а где... Зато я сейчас знаю, что я ничего не знаю, Наташа. Скажи мне, пожалуйста, где... А если бы я не училась, я бы все знала. Музыкальная школа, когда у тебя там была? У меня не было музыкальной школы. А, у тебя нет? Я не училась музыкальной школы. Боже, вы прямо с Самуэлом... Да, с Амородки, да. А вот так оно и получается. Я потом готовилась, учила гармонию, занималась летом, чтобы поступить, понимаете. Мне же надо было написать двуголосный диктант по... В консерватории. В консерватории, да. Я поступила в училище, там научились писать диктанты, но одноголосый. А в консерватории мне надо было написать двуголосый. Поехали. Вытянула из бульончика картошечку и вот таким образом делаю пюре. Смотрите, я ложила три больших картошки, одна лишняя. Понятно. О, все, это мы сделали, это мы сделали. То есть у нас сейчас мы пробуем готовность пшена. В принципе... Если оно два раза запарили, его начнется... Ну да, вот это лишнее. Ага, выбрасываем через окно. Пшено пробуем на готовность. Ммм, отлично. Значит, вот смотрите, таким образом у нас бульон с пшеном, отдельно мяско порезанное, которое мы вытянули, отдельно у нас зажарочка, которую мы делали, морковь, лук, немножко томатной пасты и томатного сока, перец сладкий, отдельно капуста отертая. И сейчас мы все это соединяем. Соединять начинаем с капусты. Правильно, нужно сырать. Капуста прокипела минут 7-5-7. Теперь все остальное у нас готово, помню. Готова картошечка, которую мы перемяли сюда же, сюда же. Ой, классно. Я пюрешку, кстати, сто лет не ела. Ну, конечно, чтобы похудеть, надо не есть пюрешку. Я как-то так это... Так, теперь мяско. Ой, разные виды, вот что у нас осталось. Так, мяско. И зажарочка. Обратите внимание, ну вот, Лесь, не будет густой. Смотри, мы прямо с тобой угадали, все. Сейчас, видите, там еще раз повторим. И зажарочка, которая как-то красивая. Оно должно прокипеть. Мы попробовали на соль, мы попробовали на перец, нас все устроило. Вы смотрите сами по своему вкусу, кто что там добавляет, кто это. Ось наш капустняк. Такие. Красота. Не густые получились, все-таки нормально. Сейчас мы попробуем на вкус. Всем приятного аппетита. Кто ведьмобы, все тоже ведь капустняк. Я желаю и тем приятного аппетита. Мне, кто тут ведьмобылялась. Вот, а мы пробуем. Вера, и спасибо за рецепт. Все получилось красивенько. Сейчас будем пробовать сносить. Смачно. Смачно вообще. И сытно. Угу. Пауза. Пауза. Разъемо. Пауза. Пауза.